Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, действительно, каждому из нас хочется предстать перед Богом, перед Богом, да, не с пустыми руками, да, хочется, чтобы наши руки, наши сердца, они были наполнены плодами. И, конечно, Священное Писание, оно говорит, каких плодов отжидает от нас Господь. Он ожидает от нас плодов Духа, да, чтобы мы предстанем пред Ним. И с чем мы предстанем, чем будет наполнена наша жизнь. Итак, я прочитаю место Священного Писания, записанное в послании Коринфянам. Второе послание Коринфянам, пятая глава. У нас не включается сегодня, да? Включается, хорошо. Так, второе послание Коринфянам, пятая глава с первого стиха. Такие слова сегодня для нас. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, ходя в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушенствуем, и как знаем, что во дворя с телем мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. То мы благодушенствуем и желаем выйти, лучше выйти из тела и во дворица у Господа, и потому ревностно стараемся во дворя сели, выходя ли, быть Ему угодными. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Смотрите, как совпало, да? Вот брат Солом предложил и совпало. «Всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что мы делали на этой земле». Понимаете, мы иногда, так как христиане, расслабляемся, и уже так живем вольготно, что забываем про некоторые вещи. Здесь, конечно, апостол Павел, он сильно в своей мудрости очень много написал, и когда мы сейчас читали, наверное, знаете, трудно было воспринимать. Особенно для меня, вот третий стих, вот можно его оставить, третий стих из этого всего текста. «Только бы нам и одетым не оказаться ногами». Знаете, когда читаешь, как-то непонятно, в голове какой-то самбур происходит, как вот одетый и оказался ногой, да? Очень много в нашей жизни вещей, которые нам непонятны, мы не понимаем, не разумеем. Наша душа как-то, знаете, я вспоминаю, когда я был неверующий, слушал какие-то, допустим, иностранные песни, да? Я вообще их не понимал, что там поется, о чем. А вот мозг сам себе там что-то придумывает. Не знаю, кто это, если прошлое поколение, может быть, если кто слушал иностранную музыку, то, знаете, мозг сам себе рисует и думаешь. Когда потом узнаешь, оказывается, это христианские песни были на каких-то дискотеках. Но слава Богу, что Господь, знаете, уже дает нам свет и разум. Итак, что я бы хотел сказать, что очень много в нашей жизни вещей, которые мы не понимаем, правда ведь? Вот в Писании много трудных текстов, которые мы не понимаем, да? Вот читаешь Библию и думаешь, о чем же здесь говорят? Вот непонятно. Иногда даже голова, вот душа, уже голова болит, как один человек говорит, голова болит от непонятных мест. Вы знаете, и в жизни происходит так. В жизни много вещей, которые происходят, и мы не понимаем, почему так происходит. Бывало в вашей жизни? Вот смотрите на обстоятельства, на какие-то вот ситуации, и думаете, ну почему так происходит? Никак не могу понять, было в жизни, бывало в жизни у вас такое? У меня бывало, зачастую. Вы знаете, в Библии есть один псалмопевец, в его жизни произошел такой момент, что он так терзался, так его, знаете, вот это положение гнобило, что он смотрит вокруг себя на жизнь и не поймет, почему так происходит. И даже стал сомневаться в Боге. Итак, я хотел бы прочитать Псалом 72. 72-й Псалом, пожалуйста, если можно открыть. Человек, который не понимает, что происходит, он пытается уразуметь вокруг ситуацию. Может быть, мы часто в такой ситуации находимся. Итак, 72-й Псалом. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Это он свое переживание, он смотрит. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, и на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и рассказывают, язык рассказывают по земле. И вот они, я все не буду читать, и вот такое положение вещей человек видит, и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сием, умножают богатство. Он посмотрел на этих людей вокруг, верующий человек, и он, знаете, сомневаться стал, что происходит? Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Сомнения он. Так он живет, знаете, служит Богу, очищает свое сердце, свои руки, смотрит вокруг. А этот человек, смотрите, он ни Богу не служит, и не работает, и Бога еще хулит. И он здоровый, а я болею. У него богатство умножается, а у меня здесь еле и сил выбивает, знаете. И он говорит, не напрасно ли я очищаю свое сердце? Знаете, у него вот эта проблема такая, знаете, он не может понять, почему так происходит. Я же Богу великому служу, который всем владеет, все контролирует, все в его власти, и у него сомнения закрались. И он, знаете, зависть начала к этим людям. И те, как так они хорошо живут, а я вот, может быть, я напрасно так живу? И 15 стих, дальше мы читаем. Ну если бы я так сказал, ну если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы предродом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Знаете, он хочет понять и не может, трудно. И очень в нашей жизни трудно бывает понять такие ситуации, что происходят с верующими людьми. Почему? И здесь есть ответ. У Бога всегда есть ответ, братья и сестры. Здесь очень, очень вроде бы, как бы простой ответ, 17 стих. Да коли не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и не звергнешь их в пропасть. И дальше описывает, что он увидел, этот человек. Вошел во святилище, и все ему стало понятно, все ему стало ясно. Этот человек увидел конец этих людей безумных. Конец их очень печальный, потому что 27 стих такие слова говорит. Ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут, ты истребишь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. Когда он вошел во святилище, он понял две вещи. Он увидел этих людей, которым он позавидовал. Их конец, а их конец очень печальный, что они подлежат истреблению. Да, им хорошо, но их конец печальный, трагический. И он понял для себя, что для него благо приближаться к Богу. Вы знаете, братья и сестры, если мы хотим что-то понять, что-то уразуметь в своей жизни, и нам очень это трудно, будь то текст Священного Писания, который мы читаем, будь то может быть какая-то проповедь, или может быть обстоятельства в жизни, которые нас, знаете, заставляют сомневаться. Знаете, обстоятельства, бывает, человек в сомнение вводит, начинает душа колебаться. А правда, а может быть что-то другое, как-то сомневается. То нам нужно поспешить во святилище. Нам нужно, только в этом месте мы увидим. Мы увидим и конец, мы увидим, что и благо для нас. И мы увидим вообще и прошлое, и настоящее, и будущее, что Бог, весь его план, во святилище, каждому из нас во святилище. Ну, возникает вопрос такой, скажите, что значит войти во святилище, братья и сестры? Как вы думаете, что? Ну, здесь понятно, ладно, мы вот этого псалмопевца понимаем, что он вошел во святилище. Был там храм, он пришел, может быть принес жертвы какие-то, пришел к священнику. И может быть там как-то Бог, вот так вот, может он был первосвященником, во святилище вошел. И там ему Бог открылась. А как нам быть? Куда нам нужно войти, чтобы очи наши прозрели, чтобы мы поняли все-таки, и чтобы наша душа перестала колебаться и сомневаться и унывать? Куда нам нужно войти? В какое святилище? Идет ли речь это о каком-то, знаете, доме молитвы? Может нам сюда надо войти, чтобы мы увидели? Может быть нам нужно в какой-то супер святой храм поехать, или на святые места, чтобы наши очи прозрели? Скажите, как вот вы думаете, куда нам нужно войти, в какое святилище, чтобы уразуметь? Конечно, я вас не буду долго мучить. Писание нам открывает, куда нам нужно войти, в какое святилище. Я открою текст Священного Писания, который записан к евреям. 9 глава, 24 стих. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного строения, но в само небо, чтобы предстать за нас, ныне за нас пред лицо Божие. Нерукотворное святилище. Знаете, когда-то было время, что Бог находился в этом рукотворном святилище. И Он там отвечал людям, и Он жил среди людей, и Он был отделен от людей. Но настал тот момент, когда Его Сына в этом святилище осудили и предали на смерть. И мы недавно как-то читали с детьми, общались именно распятие Иисуса Христа. Я зачитаю вот эти слова. Последний эпизод жизни, человеческой жизни Христа. Евангелие от Матфея, 27 глава, 50-51 стих. 50 и 51 стих. Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Земля потряслась, и камни растелись. Что произошло в этом земном святилище? Куда когда-то люди ходили? Куда когда-то первосвященник один раз в год заходил, чтобы узнать волю Божию, в котором присутствовал Бог и ковчег? Когда распяли Иисуса Христа, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Если кому-то интересно, вы можете почитать, какая это была завеса, и это не мог сделать человек, потому что толщина ее была примерно с ладонь, толстая. Она была высотой, ну это как, я не буду, это просто почитал в интернете, 20 метров. То есть там просто очень серьезная завеса, и там за этой завесой находился Господь. И когда Христос умер, эта завеса разодралась. Вот представьте, Христос умирает на кресте, люди там, а есть священники, которые в этом храме находятся, они, может, там службу какую-то совершают, ведь Пасха, праздник Пасхи, они там приготовляются к какому-то праздненству. Может быть, первосвященник уже себя чистит, чтобы за эту завесу зайти, чтобы узнать волю Божию. И вот происходит землетрясение, завеса эта разрывается. И представьте, люди, которые там находились, ведь за завесу человек обычно, если заходит неправильно, он умирает. Никто там не умер, завеса разорвалась, никто не умер. Может быть, люди, которые никогда не смотрели туда, побежали, знаете, запретный плод всегда такой, хочется посмотреть, что, может, многие после этого ходили. Учеников там 100% не было в этом храме. Наверное, священники какие-то рассказывали. Вот кто-то записал Евангелие от Матфея, что завеса, кто-то же кому-то рассказал. То есть такой слух разошелся, что завеса. Но я к чему хочу сказать. Конечно, завеса это нам про образ, что открыт доступ к Богу. Это просто образ. Но в реальности завеса показала, что теперь там Бога нету за этой завесой. Заходи туда, молись. Бог там не присутствует. Теперь Бог присутствует на небесах, там, в истинном святилище. И туда вход, в это святой святых, только не через первосвященников каких-то, не через какие-то жертвы, но через кровь Иисуса Христа. И вот я к евреям вернусь обратно. Десятая глава. Вот мы хотим во святилище. Я просто хотел бы, чтобы мы в сердце твердо знали, где это святилище. Это святилище на небесах, перед престолом Бога. И туда мы можем попадать только через кровь Иисуса Христа. И вот 10 глава, 19 стих прошу высветить. Итак, братьям, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Да приступаем с искренним сердцем и полной верою. Вот Бог открыл. Представляете, небеса открыл. Истина. Не вот это вот земное, рукотворное, истинное святилище Он открыл. Вы знаете, мы имеем вот такой доступ в небо. Просто если задуматься, знаете, нам хочется что-то визуально, вот куда-то вот здесь вот куда-то обратиться. Нет, доступ в небо, к самому Отцу. И когда мы входим, действительно мы начнем. И знаете, вот вход туда, через кровь Иисуса Христа. Я хотел бы на этом сделать очень важный акцент. Через жертву Иисуса Христа. Когда человек проходит через жертву Иисуса Христа и начинает понимать, что для него сделал Христос, тогда глаза начинают открываться. Какой дорогой ценой ты куплен, чтобы предстать пред Богом? Какой ты дорогой ценой куплен, чтобы, знаете, вот эту свою оставшуюся жизнь на земле, оставшуюся жизнь на земле жить как? Так же, как жил? Ну, очень часто люди приходят к Богу и принимают жертву Иисуса Христа, знаете, и живут, говорят, ну Христос за меня заплатил, я теперь свободный, живу как хочу. Я могу теперь к Богу приходить, знаете, с требованием, но Христос за меня умер, теперь я, знаете, вот с такой бравотой. Нет. Когда ты понимаешь, какую жертву Отец заплатил, чтобы ты просто предстал пред Ним, пред Его лицом, и в Библии, знаете, первосвященнику, ему колокольчики вешали, знаете, на одежду, положено было по закону первосвященник. Для чего? Когда он заходил в святое святых, он и жертву приносил, и то-то, то-то освящался, очищал. Но если он приходил в присутствие Бога с грехами, с какими-то своими, он там мог умереть, и ему привязывали веревку за ногу, и люди слушали, если колокольчики там звенят за этой завесой, значит он живой ходит. А если перестали звенеть, и уже он не выходит, тогда они его оттуда вытягивали, вытягивали, потому что Бог его поразил насмерть. И люди боялись, один раз в год входили. И вы знаете, он говорит, вот я зачитаю 26 стих, 10 глава, тут же к евреям, с 26 стиха. чтобы мы понимали, что значит приходить через жертву Иисуса Христа. Это не всегда вот эта бравада какая-то, а может быть и какой-то очень страх, серьезный предстать пред Богом. Как я отношусь к жертве Христа? Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость от дня, готово пожрать противников. И вот, если отвергшиеся законам Моисея при двух или трех свидетелей без милосердия наказывались смерти, то сколько тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. И мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога Живого. Вот эти слова, они очень серьезные. То есть, кровь завета – это для нас благодать и милость. На самом деле, с одной стороны. Но с другой стороны, если человек не почитает эту жертву, а что значит не почитает? Использует благодать, повод угождению плоти, использует вот ту свободу, которую дал Господь ему, чтобы грешить. И говорит, ну я согрешу, попрошу прощения, согрешу. Ну, кровь же, она Иисуса Христа, она же покрыла все грехи, настоящие, прошлые и будущие. Поэтому, ну, не получилось. Бог знает сердце. И вот мы возвращаемся к тому нашему злополучному стиху. Ну, я бы хотел бы, чтобы мы вернулись бы. Послание Коринфянам, 5 глава, 2-е послание Коринфянам, 5 глава, 3 стих. «Только бы нам и одетыми не оказаться ногими». И вот через свет Слова Божия. Через то, может, мы сейчас чуть-чуть соприкоснулись со святилищем Божиим, но, может быть, когда мы в молитве ближе придем к Богу, мы поймем, что это предупреждение. «Только бы нам!» «Только бы!» Если вы задумаетесь над этими словами, это не просто какое-то выражение апостола Павла, это предупреждение. Когда Давид согрешил, и Бог ему определил наказание через пророка, и пророк ему приходит, выбирай себе наказание, Бог тебя будет наказывать. И Давид упал и говорит, «Только бы мне в руки человеческие не попасть!» «Только бы!» Апостол Павел дальше говорит, «Только бы кто из вас не использовал свободу в повод к распутству!» «Только бы!» Если мы вот это выражение будем читать в Библии, «Только бы!» Это очень важное предупреждение. И я бы сюда, наверное, подставил бы притчу Иисуса Христа, когда Иисус Христос приводит пример, когда люди пришли на брачный пир, и один человек пришел не в брачной одежде, помните? И можно ее, ну это мое мнение, можно ее сюда поставить, только бы кто не оказался вот в таком положении, как этот человек. Никто из нас не хочет, правда, братья? Все мы хотим предстать пред Богом, пред лицом Божьим одетыми. Но это для нас предупреждение. Вы знаете, это как любящий отец, или вот как, допустим, государство заботится о людях, ставит знаки предупреждающие. Допустим, знак «Осторожно, здесь обрыв, нельзя ехать, обрыв». Дальше, если ты поедешь, ты упадешь в обрыв и разобьешься. Или тебе знак «Осторожно, здесь дорога заканчивается, и там стройка начинается». Или еще, предупреждающие знаки тебя предупреждают. И здесь можно сказать, Господь, Он предупреждает, только бы кто-то не оказался. Итак, что нужно сделать, чтобы не оказаться в этом положении? Как вы думаете? Что нужно сделать? Десятый стих нам говорит, что всем нам надлежит явиться в предсудилище Христово, чтобы получить. Да, мы можем, конечно, разные теологические придумывать вопросы, на какой мы суд придем, на тот или на другой. Но здесь написано, должны явиться, и дать отчет, и получить. Иногда мне, вот я со своими детьми общаюсь, и в школе, если, допустим, хорошо дети учатся, то их освобождают от экзаменов. Ну, бывает, вот хорошо человек учится, у него great, good, там, эй, как у нас там в России, в Советском Союзе, на пятерке заканчивает. Но есть такое условие, пропустил больше положенного занятий, идешь на экзамен, хоть даже и хорошо учился. Ну, вот такая вот в школе, знаете, в школе такой, отучился, у меня у дочери так было, отучилась, ну, по причине болезни, там, еще каких-то пропустила, и последний приходилось идти, там, на экзамен, или еще какой-то вот бенефит. Я думаю, здесь подобно так же. А, знаете, он был бы так, чтобы мы шли бы с ним, каждый день, каждое утро вставали бы с ним. И потому ревностно стараемся, во дворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Быть ему угодными, что бы мы ни делали в своей жизни, с утра раннего и до заката дня, чтобы стараться, ревностно стараться быть ему угодными. Знаете, я сейчас дальше не буду, практических вещей, что значит быть угодным Богу, что значит делать. Библия нам очень много дает таких рекомендаций, что угодно, просто в заключении последние, такие практические, наверное, вещи. Ефесянам, пятая глава. Первый, второй, третий, четвертый стих я бы хотел бы прочитать. И десятый, наверное. И закончим. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленный, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, так же сквернословие. Знаете, мы, наверное, в своей жизни разделили бы вот эти два стиха, третий и четвертый. Ну, вот этот третий к нам как-то сильно вроде не относится, а вот четвертый там уже, наверное. А так же сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. И десятый стих. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Я думаю, что если мы захотим быть одетыми пред Богом, мы приложим усилия, выпишем для себя, что угодно Богу, и постараемся, знаете, не на слове вот так вот, а практически в повседневной жизни это применить. И тогда, может быть, мы по-другому этот стих понимаем, и может быть, сейчас не так. Но когда мы предстанем пред Богом, Бог видит наше сердце, наше желание, наше старание, и Он скажет, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь.